Джентльмен — это человек, который никогда не оскорбит ближнего без намерения, так Оскара Уайльда цитировал один беглый бизнесмен. И был абсолютно прав, джентльмен не оскорбит, другое дело проходимец и аферист. Кто есть кто? Пора пролить свет. К президенту и ЦИКу, к силовикам и пенсионерам, к протестующим и свободным художникам. Вадим Прокопьев — виртуоз обращений и обещаний. Известный минский ресторатор распродал бизнес и уехал в Сингапур, трубили интернет-порталы в августе прошлого года. Был ли бизнес — вот вопрос. Впрочем, их к Вадиму накопилось немало. Очевидно одно — нет в его побеге никакой политики. Прокопьев заранее подготовил почву для невероятного перформанса. Его первое видео — обращение к ресторанному бизнесу. Давайте, мол, объединимся против государства. Разве мы не платили налогов? Разве мы не создавали тысячи рабочих мест? Мы беспомощны и разобщены. Мы не умеем влиять на общественное мнение. Мы не умеем отстаивать свои интересы перед государством. Коллеги, нам нужна организация. Организация лоббист, организация адвокат. Организация, которая защищает наши общие интересы. У многих отраслей есть такая. У рестораторов до этого момента не было. Почему тогда для белорусских бизнесменов все это прозвучало как бред? Во-первых, никаких собственных вложений в бизнес Вадим не делал. Он разрабатывал концепции и дизайн заведений, за что выторговывал себе 15-20% акций. Во-вторых, как только эти чужие рестораны открывали двери для посетителей, Прокопьев на правах акционера устраивал в них притоны с эскортом и буйными пьянками. Гудели так долго и громко, что даже столичные богемы на своих форумах стали обсуждать Вадима с нескрываемой брезгливостью. Прокопьев просто придумал себе образ и вжился в него. Уже, наверное, и сам верит, что он такое есть. Очень близко с ним общалась одно время. Эх, очередной фантазер, значит. Согласна. Вадим умеет произвести нужное впечатление. На это впечатление многие ведутся, а по факту там не все так сладко. Характер жесткий, капризный, тоталитарный. Он же татарин, да еще и военный бывший. Скучно до ужаса. Те малые, которые ведутся на громкое слово «ресторатор», думая, что он как минимум белорусский Новиков и бабла там немерено, тоже мимо. Вадим не владеет ничем, кроме топаса. Во всех остальных заведениях имеет лишь небольшую долю. Вот и бегут от него девки через пару недель сами. Ой, лучше не спрашивайте. На любую даму у него срок три месяца, если повезет. А то и один. Потом следующее. Ввиду того, что в Минске разбирают серых и убогих мужиков, Вадим смотрится очень даже комильфо. И это несмотря на то, что староват таки. И эмоционально, и финансово поистрепался. Не портите родословную. Оно вам не надо. Знаю пару дам его бывших. О вкусах не спорят. Но он странный человек. Репутация Прокопьева-ресторатора в последние годы испортилась до невозможности. Пандемию горе-бизнесмен пережить не смог. И тут же сел на мель. Партнеры ставили на нем клеймо «Пров непригоден». А про честное ведение дел лучше было помалкивать. Но. Я прекрасно понимаю, что культура уплаты налогов в ресторанной отрасли формировалась не сразу. И вообще, действительно, да, очень часто государству не хочется отдавать деньги. Не хочется ни в каком виде. Сколько вы заплатили налогов за прошлый год за все ваши заведения? Не знаю, да. Приблизительная цифра. Ну, если хотите, я это выясню прямо через секунду. Я правильно понимаю, что Вадим Прокофьев в своих заведениях налоги платит по белому? Ну, я плачу налоги по белому, да. Вадим, семь административок за нарушение налогового законодательства – это не по белому. Два привода за умышленное причинение телесных повреждений – это не по-джентльменски. И 72 нарушения ПДД – это нечестная жизнь. Когда Прокофьев придумал очередной выкрутас про политику, он и не собирался шатать режим. Это запись общения беглых предводителей с дворами, где Вадим открыто заявляет – затея Евроштаба – глупость. Единственный способ вынудить Александра Григорьевича выйти на переговоры и, в принципе, припугнуть – это экономический. Санкции особо не действуют. Какие, на ваш взгляд, еще пути можно использовать, чтобы надавиться на него? Я не вижу, что у нас есть экономический способ воздействия на систему. Просто не вижу. Если кто-то считает, что это недоплата налогов, то это несколько наивное представление о том, как система готова мстить за недоплату налогов. Экономика, на мой взгляд, не на мой взгляд, а на мой анализ после того, как умные люди и экономические аналитики проанализировали, что будет происходить. Не надо успокаивать себя мыслью, что экономика его добьет. И он в состоянии, в принципе, сопротивляться этому достаточно уверенно. Все, что интересует Прокопьева – самопиар, псевдовлияние, вечная игра в войну. Пять лет назад воевал с бизнесменами за рестораны и бары, теперь вот опять с кем-то воюет. Просто сравните все эти обращения к властям и вот этот актерский месседж к бывшим совладельцам ночного клуба в Минске. Что-то, видно, со мной не в порядке. Не зовут на высокие ***. Чувствуют, видимо, с *** нудром, что не кончится это добром. А напрасно, поскольку не прочь. И мое предложение в силе, если б тем же добром попросили я хорошему делу помочь. Но назвать это, скажем, проектом, чтоб не сильно тошнило бы. Страдаю на тропическом острове. Вот. Не могу пережить потерю клуба. Горько мне. Вадим Евграфович – настоящий театрал. Стиля не меняет. Переигрывает, правда. Может быть, стоило латушка взять его в свою польскую труппу? Но то, что Прокопьев городит на интернет-планерках беглых – полный артхаус. Как вы относитесь к такому средству борьбы, как дезинформация? Например, запускать слухи или фейки для запугивания отдельных злодеев, дезориентировать карателей, деморализировать ебатик? Я отношусь, могу от себя дополнить к этому как к очень тонкому, очень точечному инструменту. Окей? Поэтому, если у вас есть идеи, и вы считаете, что это будет действенным инструментом, это называется deception по-английски. Хорошо? Это не называется ложь или обман, это называется а-ля-гер-ком-а-ля-гер. Поэтому, если у вас есть идеи какие-то, я с удовольствием доведу их до байпул или займусь самостоятельно. Я такие методы не использовал пока, но если их нужно использовать, их нужно использовать как во время войны. Какая работа сейчас наиболее актуальна с нашей стороны? С вашей стороны отловить несколько фашистов и так делать каждую неделю. Еще раз, фейки и дезинформация – отличный инструмент, а дворовым невероятным нужно избивать оппонентов. Прокопьеву неинтересна революция без драмы, в которой он может перетянуть все внимание на себя. Потому и ролики записывать ему больше неинтересно. Вадим, планируете ли вы еще снимать мотивирующие видео? Они сейчас нужны как никогда. Не буду, сами мотивируйте себя, все, надоело мне. Я занят 20 часов в день продвижением к победе. Какой сценарий, я предполагаю, победы, я уже устал озвучивать. Наверное, уже каждый, кто умеет читать, я уже даже не между строк это говорю. Поэтому видео буду писать только тогда, когда буду чувствовать, что это действительно точный хирургический инструмент. Видео писать ради того, чтобы поддерживать свой бренд или как-то там морально поддержать немножко белорусов, больше не буду. Никакой бархатной революции у нас и не было, и ее не будет. Значит, нам нужно переубедить даже самых, самых, самых хороших и таких, знаете, великодушных людей о том, что свобода не будет дарована нам бесплатно. Она уже не бесплатная далеко. О том, что будет противостояние. Хоть что-то из обещанного невероятным в августе Прокопьев выполнил? Нет. Может, вернулся по сигналу, как уверял? Нет. Дорогие оппоненты, в погонах и бесы, встретиться со мной легко. Приезжайте. Сядем, перетрем по-европейски, без волчьих понтов. Нахожусь в Киеве, 150 километров от белорусской границы. Вернусь первым рейсом по сигналу. Сингапур подождет. Первый рейс, кажется, сильно задержался или Вадим Евграфович просто демагог? Как бы там ни было, минута славы ресторатора прошла. Выступление провалилось. Можно выключать свет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова